Решение об обширении территории нашего областного центра было принято на сессии городского совета депутатов. Уключение додатковых землев у склад городской мяжи было выкликано проблемы недохопу территории для будовництва присядибного и шматкатерного жилья. Пытания до подобной будовничьей политики возникли и у самих Пакульштовя Скоуцев. Конечно, наших жителей волнует вопрос льготного кредитования. Если человек проживает и работает в сельской местности, значит кредит под строительство идет под 1%. А в городской черте уже, конечно, процент выше. Тут же пошли размобы и об повышении податковых пошлин на землю, об ликвидации и льготных умов поступлений у середня специальной и высшейшей научальной установы будущих абитуриентов и гэтак далей. Сейчас будет больше налоги платить, надо все больше платить. А за что? Ну зачем? Они нам. Нам сейчас и так прекрасно. Однако есть и становшие моменты у перенесения городской мяжи на некольки километрах удалей. Шматктосвязковцы сподзеется на поляпшение агульных умов життя. Надеемся, будет газифицировано у нас, дорогу отремонтировать будет хорошая. Ну и на работу будет легче, может пустят какой-то автобус, чтобы уездить в город. Потому что только дизель и маршрутка у нас. У гэтым годзе у нашим областным центры плануется побудовать 500 тысяч квадратных метров агульной жилевой площади. Большая частка объекта будет узвезена минавица на новоадведенной до Гомеля территории. Головные кабугонцы за выполнением запланованных лечебных обдаунействе городские улады не забылися про простые просьбы сегодняшних вязковцев. Евгения Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадоя компания Гомель.